здравствуйте друзья светлана нам зачитает очередной вопрос от нашего зрителя здравствуйте михаил меня зовут владимир мне 20 лет учусь на управленцев компании связаны с информационными технологиями то есть он у него специалист управления компаниями занимающимися информационными технологии факультет бизнес-информатики стал интересоваться компьютерами лет с 13 в 17 значит плотно заниматься программированием 18 стал индивидуальным предпринимателем и имел свой первый проект онлайн игру с тех пор выпустил порядка четырех проектов большинство из которых естественно в силу отсутствия опыта в этой специфической области прогорели а некоторые стали довольно успешными сейчас имею одну довольно популярную онлайн игру размещенной в некоторых соцсетях дохода хватает на более-менее безбедную жизнь для моего возраста вполне хватает казалось бы что все ухи есть полезный опыт но я никогда не работал в команде все делал один как человек оркестр и это меня смущает у меня есть намерение иммигрировать из российской федерации в идеале в сша только почему я там буду заниматься не очень ясно складывается впечатление что без навыка работы в команде мою сторону никто из работодателей не посмотрит а продолжать работу на себя там же сфере онлайн игры в сша очень выгодно так как продукты локализованы только по странной снг где из-за сложной ситуации в экономике мало перспектив и то что я зарабатываю в россии считается неплохой зарплаты а в сша будет считаться довольно низкой онлайн игры браузерки для игры в которые нужен только браузер и android английский на уровне понимания технической документации по программированию а в чем вопрос то ну так что дальше вот все закончился вопрос очевидно его смущает что он человек оркестр что ему делать если он такой вот индивидуалист и никогда не работал в команде всегда только на себя еще к 26 лет но он не работал не по найму на 26 меньше а 26 ну что сказать у него понимаешь есть как бы одна фишка как как бы классная она же его и убивает то есть он сделал какой-то проект который ему дает такой постоянный доход да и получается что а ему 20 лет не давайте ему 20 я же помню что да значит так вот и это его немножко расхолаживает потому что у него в принципе ему хватает на комфортную так сказать жизнь вот в том смысле что он считает комфортным поэтому как бы он не голодает его там туфли у него не жмут он никуда так вот не бежит ничего не хватает думает вальяжно значит 20 лет такое время когда если ты профукаешь там вот второй третий ты этого не наверстаешь то что ты сделаешь за год в 20 ты можешь не сделать 5 за 5 лет категорида там будет это 35 и 40 поэтому очень важно быть как следует нагруженным чем чем ему хочется быть нагруженным вот он начал программировать это в 17 лет но программировать эти вот тебе 20 лет ну программируй делай серьезные вещи работать в группе там да в тиме но так а что тебе не да не дают стали в 20 лет даже не то что в 20 лет должен сейчас приехать в америку и я не знаю там начать что-то такое делать green карта у тебя нет ни там с родственниками ты не соединяешься на гражданке не женишься что что за проблема такая чтобы завтра в америку приехать а визы у тебя нет никакой такой вот постоянный чтобы там жить работать и так далее поэтому никакой спешки не просматривается эта спешка ну как бы вот сиюминутность задачи такой вот как я буду жить в сша это сильно вообще отсутствует полностью отсутствует плюс того у него и английский то только начать для чтения документации поэтому совершенно понятно чем заниматься значит иди на работу работой в команде учи английский учить их налоги и если там не закончил образование я не понял что не с образованием там не закончил образование закончил образование параллельно с этим делом 20 лет грузи себя по максимуму не сачкуй не расслабляйся не говори у меня есть деньги для там комфортабельной жизни у тебя нет ни копейки для комфортабельной жизни вообще ничего у тебя нет ну там есть какие-то деньги молодец молодец используя эти деньги для того чтобы сосредоточиться полностью на каких-то вот прорывных направлениях для себя допустим если ты хочешь работать в команде если ты хочешь заниматься серьезными вещами иди иди работай на ну сколько дадут столько и вот иди у тебя же деньги то есть ты же не не завязан на то что тебе надо как-то выживать пользуйся этими деньгами инвестируй их в себя не живи на них инвестируй вот 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 и все очень очень простое видение очень очень понятно все если ты сегодня профукаешь это время если ты сегодня не не нахапаешь знаний опыта иностранных языков в данном случае умение работать в команде замечательно вот если ты этого сегодня не нахапаешь тебе потом это гораздо дороже все обойдется светик что ты скажешь так она головой кивает как бы согласно вот он он молодец то в смысле что в свои там 20 лет уже много чего успел и надо темп держать не не потерять темп нет но в той мере в которой человеку хочется куда-то двигаться дальше уехать и так далее то да нужно себя подбышать немножко больше плавную планку выше ставить даже если бы он не хотел никуда уехать надо планку ставить по максимуму хватает денег он доволен всем я тебя отвечу если помогло три года до пенсии может быть он бы нормально бы расслаблялся здоровье поперек а в его возрасте сейчас будет расслабляться мы потом пенсии не хватит понимаешь ты не можешь так как у меня сейчас есть он в один день может потерять все вот я помню была компания название забыл она делала игры и они там на фейсбуке делали игры для фейсбука потом фейсбука не надо нам ваших игр все кончилась компания понимаешь умерла а так вот все такое успешно было поэтому это же не то что у тебя там допустим золотая жила и ты каждый месяц там набываешь полкило золота нет нет ж так и то может кончиться иссякнуть может желтая и нефть вот эти вроде скважина есть а добыча снижается постоянно поэтому над нас время новые скважины да вот с нефтью хорошо новые скважины надо одну вторую третью десятую тогда нормально чтобы счастливо